Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Много разных людей живут в нашем доме И у каждого из них своя судьба Своя радость, свои заботы Своя радость, свои заботы У нас, как и во всех дворах, часто бывают такие случаи Не будем их смущать, мы ничего не видели Папа, папочка Каждый вечер после работы возвращаются Жильцы нашего дома Лет 60 тому назад этот почтенный старец держал в страхе весь наш двор Соседи предсказывали, что из него выйдет настоящий разбойник Но наш пострел не оправдал их надежд, он стал только академиком Папа, папочка, почему тебя мама зовет генералом? Не знаю, сынок, не знаю Видимо, ей так нравится Здравствуй, Сердион Здравствуй, дорогой, здравствуй Здравствуй Опять дядя Сердион идет на охоту И опять на базаре купит утку Папочка, я когда вырасту, я тоже буду милиционером Хватит на семью, сыночек, и одного милиционера Вот и герои нашего фильма Давайте познакомимся с ней поближе Извините Сделать это сейчас, как видите, довольно трудно Но мы все же попытаемся Вот шалва Он вечно что-нибудь жует Это Федя Голубятов Гуча Абисадзе Вылезай! О, а вот и главный виновник появления на свет нашего фильма Датоги Лашвили Все они учатся в одной школе Все они мальчики с нашего двора Никто не сомневается, что эти маленькие проказницы Ирочка и Нинеко Будущее светило зоологии Уже теперь они почти безошибочно определяют На кого из представителей мира фауны Похож тот или иной жилет с нашего дома Разве они не правы Когда Цицыно, главную героиню нашего фильма Сравнивают с козой? Гражданка, стойте, вы нарушили Для тебя я спешу Одну минуту, гражданка В следующий раз Слышите? На четвертом этаже кто-то поет Это знаменитый певец Отец одного из наших героев Важи Табагарь Каждый отец по-своему воспитывает детей Табагарь, например, ни в чем не может отказать Своему единственному сыну А вожа убежден Что отец всегда так будет петь И всегда такой беззаботный и веселый будет его жизнь Все мальчики нашего двора Гордятся дружбой с рабочим автомобильного завода Коте Гургенидзе Он живет в квартире номер один Это совсем внизу Как видите, сейчас его нет дома Но ничего, потом познакомимся А рядом вместе с тетей Минадорой Занимают комнату Манана Круглая сирота У нас она поселилась недавно Здравствуйте, тетя Минадора Здравствуйте А где Манана? Пойду, нет, она работает А, спасибо Вот и Манана Ты напрасно испугалась Пустая царапина Здравствуй, кот Здравствуй, здравствуй Здравствуй, здравствуй Вы куда, ребята? Мы пошли гонять голудей Дядя Парлен Смотрите, не упадите Манана Манана Что, с тобой заболела? Да Что ты делаешь? Отравишь нам голубя Ему нельзя колбасу Слушайте, я на стадионе у Кости Такого голубя видел Красота Весь крапчатый И вот такой хохолок Продает? Чудак Купить голубя, деньги выбросить Он все равно вернется к своему хозяину Давайте, ребята Украдем деньги Яйца породистых голубей И подложим их к нашему гнезду А кто воровать пойдет? Тот, кто постарше Что выдумал, а? Ну что, ты чего смеешься? Э-э-э А ты чего лезешь? Тебя не спрашивают Э-э-э А вот, наконец, и тетя Васаси Извините, Васаси Петровна Она все видит и все знает Соседи называют ее информбюро нашего двора Манана 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 Ой, простите Ну, разве можно так работать? Какое безобразие, а? Сейчас. Котей не догадывался, какой огонь разгорелся в сердце девушки. Он и не подозревал, сколько бессонных ночей проводила Манана, думая о нем, и с каким нетерпением дожидалась каждый вечер его возвращения. Вот, наконец, слышны шаги Коте. Коте. Теперь она может заснуть спокойно. Ее любимый дома, здесь, совсем рядом. О, если бы не эта стена, она слышала бы даже его дыхание. Коте. 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 Федя. Федя, дай одну. Давай меняться. Ну, что, послать одну? На, орешки, хочешь? Давай. Дани сигарету. Ну, дай. Ну. А мне, Федя, я ж твой друг, да? Но? А мне, Федя, я ж твой друг. Ну. Ага. Дай ногу. Эр, Вань, убери одица. Это тоже не годится. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. А-а-а! Папиросы курите? Нет, кушаем мороженое. Эр, уйди отсюда. Проходи, проходи. Что ж, пожалуйста, не объешьтесь, глядите. Уйди! Ишь ты, сорока! Теп, Тамара, ваш браток на саднем дворе курит. СМЕХ Ну и попала тогда Дато. Долго его не выпускали во двор играть с товарищами, и виной всему была Цицино. Разве можно ей это простить? И Дато ничего не простил. Достаточно было услышать во дворе крики девочек, как все догадывались, что это Дато со своей ватагой расправляется с Цицино и ее подругами. Ребята, ребята, пошли скорее в преступление! Пошли! Пошли! Раз! Неrange, неänder! Пошли! Раз! Пошли! Рыни, неотраните, неотраните, неотраните. Оттой! Оттой! Оттой, я собраю! Оттой! Оттой! Оттой. Куда ты бежишь? Открой дверь! Открой дверь, не говорят. Открой! Попробуй догони! А-а-а! А-а-а! Отдай, слышишь? Пусти руку! Слышишь? Да то! Не дашь, да? А-а-а! А-а-а! Отдай! 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 Отдай мяч! Вот редкий! Отдай! 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 Ну, пусти! Отдай! Встань! Отдай! А-а-а! А-а-а! О-а-а-а! Ой! Ай! О-о-о! Отдай! О-о-о! А-а-а! Никогда еще так сильно не било с сердца Дато. Впервые в жизни он так пристально рассматривал себя. Никогда он не думал, что у него такие некрасивые глаза, такой уродливый нос, что он такой несуразный, неуклюжий. А волосы? Это же щетина, что с ними делать? Субтитры создавал DimaTorzok Дато, куда ты идешь? Раньше позавтракай. Не могу, бабушка, спешу. Я тебе приготовила яичницу. Погоди, поешь. Господи, боже, что с ним? Погоди, поешь. Погоди, поешь. Погоди, поешь. Союз. Адим... Вот. Попугай, белка, солнце, окно. Попугай, белка, окно. Я сама сделаю маш на щеке. А? А? Да то? Возвращаясь домой, Коте всегда находил чисто убранную комнату, горячий чайник на столе. Он думал, что о нем так заботится соседка, тетя Минадора. Бессовестно. Опять нет. Другие тоже много работают. Но они приходят вовремя, один ты все время пропадаешь. А я тебя все жду. Каждый день сижу и жду. Что-что? Говоришь, успокоиться? Да как же я могу успокоиться, когда тебя нет ни днем, ни ночью? А у меня мало хлопот, ты думаешь, а? И у лифта дежурить, и комнату убирать, и обед готовить. Нет, Коте, я обед не готовлю, правда. Но ведь я могла бы готовить тебе обед. А у меня нет. Ко ты? Я... Я убирала комнату. Спасибо, Манана. Спасибо. Вот. Видите, почти управилась. Вот. Вы, наверное, устали. Вы, наверное, отдохнуть хотите? Подожди, Манана. Ты всегда убирала мою комнату? Ну, да. Нет. Иногда. Иногда. Ведь чего вы так рано? Я сегодня в первой смене. Я всё спутала. Манана. 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 Что? Манана. Манана. Детка. Где мне нитку? Сейчас. 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 Я уже дам. Я нитку. Что с тобой, девочка? Манана. Боже, я счастлива. Вот настало лето. Все готовились к экзаменам. Для Дато и его друзей это были последние выпускные экзамены. Певец Табагарик, вот отец этого героя. Субтитры создавал DimaTorzok Какой же мужчина без бороды? А что делать, если борода еще не растет? Ответ один. Надо бриться. Бриться во что бы то ни стало. Так прошло детство. Барменко, Васу, глядите, глядите. Впереди большая жизнь. Что она им принесет? Что они дадут ей? Трудно загадывать. Но неоспоримо одно, что сегодня под вечер во двор вышли не школьники, не мальчики, а молодые люди. Табагарик, Табагарик, ты знаешь что? Наш Дато какой-то наоборот. И Цицинон уже совсем не мучает. И Цицинон тоже наоборот. Почему это, а? А я почем знаю? Цицинон, он на тебя вовсе не смотрит. Да, не обращает на тебя никакого внимания. Теперь понятно, почему у нее такое настроение. О ком вы говорите? Как будто не знает. Все знают, что ты давно влюблена в Дато, голубка. Так что лучше тебе не притворят. Дато! Дато, идем. Смотри, смотри, что видят мои глаза. Почему девочки смеялись? Сказать? Ага. Они говорят, что будто бы я влюблена. В кого? Сказать? Если не секрет. Важа. Важа? Ну да, важа. Ты плавила, ребят. Подержи. Не может этого быть. Почему это? Разве ваша плохой парень? Важа. Лови. Почему ты покраснел, как помидор? Ничего подобного. Воротник жмет. Я тебе по дружбе советую. Не приставай к Тацину. Тем более, что у Дато довольно тяжелые кулаки. Ну вот и прекрасно, ребята. А куда вы собираетесь поступать? О, пускай говорят те, кто постарше. Я еще маленький. Маленький? Котэ. Я в политехнический институт мечтаю поступить. Это хорошо. А мне хотелось бы попасть в сельскохозяйственный. Только я боюсь провалиться. А, брат, попаришься. А вы? Куда собираетесь? А я еще не думал. А ты? И я пока нет. Долго собираетесь? Аттестат у меня неподходящий. Тройки! Тройки? Тройки! Троечки! На них в институт не въедешь. Народ и науки узкие. Нет, смех смехом кутэ. А я еще сам не знаю, что делать. А это что? Новый учитель появился. Ой, Ваша, не трепи. Замолчи. И до каких это пор нас будут учить? Мы уже по горло сыты. Хватит. Оп. Школу кончили, вот и все. Вот и все. Эх ты, ученый, нос вытри. Оп. Оп. А? Обиделся. Ребята, а я могу вам помочь. Пойдемте к нам на завод. На завод? Зачем? Ха. Как зачем? Работать. Что вы удивляетесь? Это не так трудно, как кажется. Года два поработаете, а потом поступаете в институт прямо с производства. И въедете в эти самые ворота науки не на тройках, а на автомобилях. Может, даже на собственных. Заработки у нас неплохие. Подумайте, ребята. Какое несчастье, Господи, Боже мой. Что-то будет, когда Георгий узнает, у нас в доме будет просто землетрясение. Да, да. Он убьет, да то, наверняка убьет. Да, дочка убьет, обязательно убьет. Что же это будет? Ага, как он посмотрит в глаза своему отцу. Да то. Да то, ты что молчишь? Ты будешь мне отвечать? Ты слышишь, мама? Я ничего не слышу, ни одного слова. А что он сказал? А он ничего не говорит. Господи, Боже мой. Бог мой, Георгий идет. Ты пока ему не говори, скажешь, когда пообедает. Как его жалко. Так его жалко. Хорошо, мама. Здравствуй, моя красавица. Что с тобой? Так, ничего. Кто такой? Что случилось там, Георгий? Какое-нибудь несчастье? Мама. Мама? Она жива? Жива, сынок, жива. Пока жива, мой мальчик. Да то, наш да то. Лучше бы мне умереть. Что с да то дело? Что случилось? Да то. Я здесь, папа. Ну, слава Богу. Все живы, очень приятно. Сейчас тебе будет неприятно, увидишь. Ого. Я что задумал твой дорогой, ненаглядный да то. Твой единственный сын. Ты знаешь, что он собирается сделать? Как собирается? Что ж, это хорошо. До сих пор мне приходилось разбираться в том, что он уже сделал. А каково мне матери? Нет, ты себе представить не можешь, что он на этот раз задумал. Женится? В добрый час. Я их обоих выгоню. Что ты, дорогой мой? Уж лучше бы он женишься. Да. Говори. Боже мой, боже мой. Дух, я тебе покажу, негодяя. Слушай. Мы тебе того дали ему среднее образование, чтобы он пошел на завод в черно-рочень. Во всем виноват этот проклятый двор. Боже мой, какая я несчастная. Тише, да, объясни, наконец, в чем дело. В чем дело? Он говорит, не хочу больше учиться, пойду на завод. Потом. Ой, помоги, чего ты его убьешь? Ничего, ничего. Садись. Сынок. Они правду говорят? Тише, тише. Папа. Постой. Ты это твердо решил? Да, твердо. Что я тебе говорю? Погоди. Ладно, сынок. Георгий. Спокойно, Тамара. Раз ты так решил, не буду с тобой спорить. Делай, как хочешь. Ты с ума сошел, Георгий. Говоришь так, как будто у тебя не один сын, а целый десяток. Ничего не поделаешь. Это наследственность Амрико. Ты за кого выходила замуж? За токаря. А теперь твой муж инженер. Очень хорошо. Ты правильно решил, сын мой. Сейчас проверим подачу горючего. Фильтры и машина готова. Так. Ну, все в порядке, ребят. Так. Ну, поехали. Кとigan. Э-э-э-э! Цецино. Здравствуй, здравствуй, Ваша. Здравствуй. Спускайся. Давай немного поиграем. А? Хорошо. Почему ты один? А где ребята? Да кто где? Федю от книжки не оторвешь, готовится к экзаменам. Готче поехал в деревню к дедушке, ему скоро в армию. Да то и шалва на заводе, деньги зашибает. Остался я один на всем нашем дворе. Идем скорее. А ты что, разве не собираешься поступать в институт? Нет, решил годик отдохнуть, замучился. Летом поеду в Сухуми. Мой папаша по поводу благополучного окончания школы премьировал у меня машиной. Завтра прикачу на победе. Да что ты говоришь, какой ты счастливый, Иважа. Хочешь, научу тебя водить машину. Неужели научишь? Смотри же. Обязательно научу. Так, хорошо. А-а-а. 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 Цицинов, не сердись. Цицинов, ну не уходи. Ну прости меня. Отстань, подлиц. Не смей со мной говорить. Оставь меня в покое, говорят тебе. Зацена! Хочешь, я и машину разобью, и сам. А мне все равно, что с тобой будет. Понимаешь? Все равно. Боже! 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 Ну, зачем позвала? Что это значит? Ты с ума сошел? Здравствуй, Герасим! Добрый день! О, люди добрые. Это слон среди машин. О, да это да-то. Какого черта портишь себя в воскресенье? Зачем помогаешь этому бездельнику Герасиму? Все равно я его отсюда выселю. Житья от него нет. Весь двор прокоптил. Лучше присмотри за Цициной, я говорю. Ох, он и вскружил голову этот твой Важа. Я тут вовсе ни при чем, тетя Васася. Что такое? Вот новости. Все знают, что ты влюблен в нее и давно. Да она к тебе, как будто неравнодушна. Весь двор об этом говорит. Эй, вот она с своим хвостом. Помогите! Мои, мальчики, так и лезут на людей. О, хорошо. Хорошо. Да-да, как я старую вашу машину? Верно, Ваша? Отлично водишь. А кто твой учитель? Я? Учитель. Лучше бы сам учился или работал. А то только так понапрасну коптишь небо. Не вмешивайтесь в чужие дела, тетя Васася. Я тебе не тетя. Вот еще новости. Нет, посмотрите, племянничек. Тетя. Хулиган. За что вы на меня накинулись, Васася Петровна? А потому что некому тебе уши драть за то, что ты срамишь наш двор, за то, что ты пристаешь к девочке. Чего тебе от нее надо? Вы меня не трогайте, тетя Васася. Не ваше это дело. Глядите, теперь я ей тетя. Меня здесь все касается. Что происходит в нашем дворе, все мое дело, милая. Ты думаешь, я не знаю? Я ведь вижу, как он к тебе липнет. Уж наверняка он тебе говорит. Я жить без тебя не могу. Всем нам это пели. Без всех без нас жить не могли. А вот я осталась навсегда девицей, и никто от этого не умер. Дай сюда. Смотри, она обиделась. Подумайте. Душой болею, чтоб какой-нибудь Прохвост их не обидел. А они, фу, скрестницы меня называют. Слыханные эти дела, люди добрые. Неблагодать. Хороша сегодня погода. Да, неплохая. Ты мне зубы не заговаривай. Чего к Цицину липнешь? Что вы меня хотите? Цицину сама просила научить ее водить машину. Узнай у нее. А ну-ка, убери машину. Ты что ж в Сухуми-то не поехал? Давно пора. Еще успеем. Когда? Ясно. Когда? Что? Когда? Скоро, скоро. Как тебе мальчик! Тяжу. Да то этот шумливый парень с нашего двора, сорванец, как называли его соседки, стал совсем иным. То ли любовь к Цицино, то ли увлечение новым для него делом, не знаем почему, но его теперь не узнать. На заводе когда-то уже относились как к вдумчивому и серьезному человеку. Да, не удивляйтесь, вдумчивому и серьезному. Он внимательно приглядывался к работе старых мастеров, прислушивался к звуку мотора, как врач к биению человеческого сердца и читал. Много читал. Смотри, какая чудесная погода. Да, Артон? Да. Ну, хватит. Опять читаешь? Иди гулять. Нельзя все время сидеть дома. Ты посмотри, какое солнце. Иди, да тяко. Иди, да тяко. Цицино! Испугался, создайся, испугался. Здравствуй, Цицино. Здравствуй, Цицино. Где ты пропадаешь? Столи я тебя не видела. Все время на заводе. Ты что, что-то изобрел мне, Важа, говорил? А я вовсе ничего не изобрел. Он врет. Твой, Важа. Мой, Важа. Кто сказал, что он мой? А разве я говорю, твой? Наш, Важа. Наш, Важа. Жарко сегодня, а? Ага. Поедем на Тбериское море? Когда? Сейчас. Ладно, Цицино, я только маме скажу. Бабушка, мама, я ухожу. Куда? Я иду на Тбериское море. Бабушка, дай скорее сорочку. Я спешу. Или на кухню, мама гладит. Скорей. Иди. Мама, скорей. Мамочка, не надо гладить. Бабушка, как я люблю. Кого, сынок? У тебя, мамочка. Они нас не видели. Мы тихонько подошли. Они стоят и целуются. Вот смешно было. А потом увидели нас и бежать. Да то идем. Поехали. Здравствуй, герой. Здравствуй. Я не смогу с вами пойти. Почему? Да так, совсем забыл. У меня дела дома. Ну, ничего не поделаешь. Пойдем одни. Напрасно мы его ждали, Цицино. Идем, уже и так поздно. Пошли. Как его завод испортил, а? Не смей при мне ругать да то. О, прости, прости. Ты его всегда защищаешь. Жаль, что он с нами не пошел. Тебе с ним веселее. Я это давно заметил. Хотя особой культуры он не блещет. А? Верно? Неудобно, на Настя смотрит. Оставь меня в покое. Цицино! Встань, сынок. Встань, встань. Возьми-ка радио. Поставь на место. Звучить жалобу. Встань. Встань. КОНЕЦ 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 А, пришли, дети мои. Добрый вечер, тётя Минадора. Добрый вечер, дорогой. Манана, девочка, присмотри за чайником и пригласи коткой пить чай. Хорошо. КОНЕЦ Прошу вас, войдите-ка ты. Спасибо, тётя Минадора. Уже поздно. Нам завтра на завод с утра. Да. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи. Банана, иди спать. Возьми пиджак. Нет, пусть останется до завтра у тебя. Пссс, пссс. 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 Здравствуй, Марана. Здравствуй. Как видите, автомобиль рождается на главном конвейере. Здесь мы слышим его первый вздох. Видим первые шаги. Отсюда он выходит в мир. А теперь, товарищи, пойдемте, я покажу вам наш парк. Пойдемте. Да, Тон, это ты? Я что? Ты водишь машину. Я их даже делаю. Боже, как это здорово. Очень. Ты чего не здороваешься? Здравствуй. Я первый раз на автомобильном заводе, мне так и нравится. Если нравится, иди к нам работать. Купе, здравствуй. Здравствуй, Цициноп. Банана. Отгадай, кто я? Цициноп. Парнамена, заново. Ой, как здорово, ребята. Весь наш двор. Только тетя Васафи не крутает. Ой, все наши, что надо бежать. До свидания. До свидания. Я сейчас, видите. Я догоняюсь. Тотом, Тоте. Слушайте, вы когда кончаете работу? Давайте пойдем домой вместе, а? Хорошо. Мы через 20 минут кончаем. Будем ждать тебя у ворот, ладно? Ладно. Да, мы забыли вас обрадовать. Недавно наши друзья в складчино купили москвича. И теперь каждый день вместе ездят на завод и вместе возвращаются домой. В чем дело? Чего гудишь? Открывай ворот, старик. Пропуск. Здесь студенты из нашего института на экскурсии, а я опоздал. Пропусти, пожалуй. Без пропуска не могу. Подожди немного. Скоро выйдут ваши студенты. Фу. Дедушка, дедушка. Дедушка, ну разве трудно тебя пустить меня на завод? Ну, прошу, будь добр. Я сказал, не пропущу. Дедушка, ну неужели ты такой злой, а? Убери руки. Меня же из института исключат. Никто тебя не исключит. Не говори глупости. Исключат обязательно. И ты будешь виноват. Важа, как заливает, вот подлец. Приятель, ты с какого факультета нам хотелось бы узнать? С физиком, математи... Мам, факультет экскурсии наша, вот. Здорово! А, мое почтение ваше. Может, скажешь, зачем сюда явился? С цином. Просил отвезти ее домой. Просил отвезти ее домой. Проезжайте, проезжайте. Будьте здоровы, ребятки. Слышишь, вот и ваша еда. Будьте здоровы, злой ты. До свидания, дедушка. До свидания, красавица. До свидания, хорошего. Приходите к нам почаще. Спасибо. Обязательно. Ты, ну, ты как с кого-то ищешь? Ну, выйдите, я догоню вас. Ясно. Все понятно. Бажа? Бажа, откуда ты? Был на заводе. Здесь у меня директор, приятель. Взял у него запасной карбюратор. А ты как сюда попала? Я на экскурсии была. Кого ты ждешь? Наших едят. Дато, шалва, мананы, коты, весь двор. Они на заводе работают. Если не ошибаюсь, они только что уехали. Уехали? Да что ты говоришь? Уехали, я сам видел. Обещали ждать, и сами уехали. И недавно уехали. Ну вот, я еду домой, садись, подвезу. До свидания. Боже мой, боже мой, что это делается? Вы только послушайте. Нет, до чего обнаглели люди. А что случилось в асси? Котэ и мананна пробивают дверь между своими комнатами. А, стены рушат. Дом скоро обвалится, я понимаю. Извините. Я понимаю, они любят друг друга и хотят пожениться. Но почему от этого должны страдать жители? Почему должна страдать я? А чем ты страдаешь? Как это чем? Ведь я живу как раз над ними. Вдруг я провалюсь. Тем лучше будешь жить этажом ниже. Надо немедленно... Извините, пожалуйста. Извините, это обыкновенные... Правильно, в асси. Надо, чтобы их арестовали. Да. Брось, в асси. Если все женихи, которым мешают стены, начнут их ломать, что это будет, люди добрые. А, Герасим, нашел бы ты другое место для работы. Пожалуйста, убирайся отсюда. У меня работа. Работа срочная. А у вас плетни. Видишь, надо отдать обоих под суд. Под суд. А, стыдись вас, асси. Разве можно отдать под суд, любовь? Смотрите. Любовь, любовь. Кто же нашла с Венера Милоской? На нашу голову дом рушится. Николадзе, Церетели, Чимакадзе, Чевчавадзе, Гватуя, Доганадзе, Маградзе, Долгадзе, Чимакадзе, Церетели, Гва... Котэ! Ну-ка, поди сюда. Знаешь, кого мы забыли? Кого? Дядю Автандила. Кто это, дядя Автандила? Тсс, замолчи. Вон. Обязательно надо пригласить. Сто двадцать шесть. Многовато получается. Дядя Автандила. Что с тобой-то то? Все, отца, сынок. Только о ней думаешь. Бедный ты, несчастный. Не могу без нее, вот не могу. Ничего я в мире не боюсь, даже смерть мне не страшна. А вот за цену боюсь. Боюсь. Любимая ты моя, хорошая ты моя. Если бы ты знала, как я тебя люблю. Но за что ты можешь меня полюбить? За что? Кто я такой? Что я сделал, чтобы заслужить твою любовь? Ничего. Ничего. А за что ты можешь полюбить вару? За что? Не понимаю. А что, если вару на смерть разобьется на своей машине? А? Да, на смерть. Будешь ты плакать за ценой или нет? Будешь, спрашиваю. Хорош, да то нечего сказать. Как я мог даже подумать об этом? Подлец я не друг. Подлец. 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 Устыкаешь дома? Какие новые беды в нашем доме? Гибнет. Гибнет ребенок. Ах, вот что ты. Гибнет ребенок. У него болит животик, я понимаю. Конечно, ты шутишь опять. А ты должен поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Ну, как же, как же. Можно было иметь десяток детей, а то матери единственный сын спокойно не спится. Что ж да то? Разбил голову. Или, может быть, ребенок влюбился? Влюбился. Вот что? Я это давно заметила. А кто ж она? Кто? Наша соседка Цицино. Ого. Цицино, девушка, хорошая. Ха-ха-ха. Ай да да то. Сынок весь в отце. Георгий. О, верно, верно. И она, конечно, сорванец, я согласен. По-моему, эта ерунда с годами пройдет. Ты тоже не святая была. А укоротитель белых мышей. Ты помнишь, как я тогда тебя к нему ревновал, а? Готов был тебя задушить. И что же вышло, а? И сын мой так же сделает. Да то это не удастся. Как это не удастся? Он такой же, как я. Он ведь мой сын. Нет, Георгий. Да то... Да то не твой сын. Не мой сын? Что ты сказала? Повтори, что ты сказала. Не дури, Георгий. Ты меня прекрасно понял. Хе-хе-хе. Он сын мой. У него такой же характер. Он умный, нежный. Добрый, спокойный. Мой сын застенчивый мальчик. Потому он бедный и страдает. А почему он страдает? Разве есть другой? Да. Кто? Это Важа. Важа? Ну да, Важа. Сын нашего певца-то Багарий. Он ее любит. И, говорят, Цицино его тоже. Цицино! Ну что, что? Цицино! Я не понимаю, ну что тебе мешает? Мы с тобой взрослые, самостоятельные люди. Можем решать без твоих почтенных предков. Мои родители согласны, сказали... Все равно. Делай, что хочешь. Хоть голову себе ломай. Не дури, Важа. Первое, я вообще не думаю выходить замуж. А второе... Что? Что второе? Лучше этого не говорить. Почему? Тебе будет неприятно. Понимаю. Ты меня не любишь. О, если понимаешь, чего пристаешь. Я из-за тебя в институт не поступил. Два года потерял. Из-за меня? Как из-за меня? Что ты удивляешься? Ты, конечно, шутишь, Важа. Шутишь? На, держи пальто. Ах, ты не веришь? Я хожу за тобой, как тень. Все надо мной издеваются. Я не могу больше. Хватит. А кто тебя просит ходить за мной по пятам? Ты не учишься. Оказывается, я в этом виновата. Как тебе не стыдно. Я убью его. Кого? Кого убьешь? Того, кому ты сейчас подумала. И тебя тоже. Ты что, с ума сошел? Пусти меня. Пусти. Пусти. Ах, если бы я знал, кого хотел убить Важа. Кто еще стал на моем пути? О ком подумала, цыцин? Но кто этот счастливец? Конечно, он опаснее, чем Важа. Нет. Я просто не могу release тебя. Ты что на меня смотришь? Давно не видел? Кого ты собираешься убить? Отвечай, мерзавец. Ну и погода. Я вас буду ждать завтра с девятями. Затем приезжайте. Хорошо, Сергей Викторович. Ну, надеюсь, я буду вас. Поехали. 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 Нина! 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 Кто чёрт знает, что у нас подъедет, какой-то, этот инфаркт может получить. Нина! Нина! Дурак ты, и всё. Я просто немного припугнул ее. Ты думаешь, я хотел убить тебя? Что, убить меня? Ты это обо мне говорил? Начинается снова здорово. Говорю же, я это нарушу. Важа! 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 Ты собирался меня убить. Спасибо, ты настоящий друг. Он мерехнулся. Значит, Важа грозился, что убьет меня для того, чтобы напугать Цицино? А почему? Значит, Цицино любит? Да нет, не может этого быть. Но кого же все-таки любит Цицино? Неужели меня? Меня? Этому я не верю. Но Важа хотел убить почему-то меня и грозился Цицино, что убьет меня. Именно меня любит! Харсанин, не может этого быть всякими. Харсанин! 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 Сегодня свадьба Мананы и Котэ. Как вы сами понимаете, им так и не удалось пригласить 127 человек. Весь свадебный кортеж разместился в одной и то малолитражной легковой машине. Почему не пригласили нашего певца-то в агаре? Да, как видите, не пригласили. Боже мой, какая наглость. Почему не посоветовались со мной? Как же не позвать такого почтенного человека? Гордость нашего двора. Как это можно? Объясни мне. На свадьбу я не приду, нет. Какой стыд. Я просто сгораю. Не сгорай вас, Аси. По-моему, тебя никто и не звал. Летница. Летница. Субтитры делал DimaTorzok Не думайте, что они ссорятся. Они только обсуждают, как лучше встретить новобрачных. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сюда. 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 Нас今 дайдун. Важа? Здравствуй. С plugins. Иди сюда. Как хорошо. Здравствуй, Важа. Иди, садись. Садись, беглец. Где же ты пропадал? Полгода не виделись. В деревне. Был у дедушки. Бури, пожалуйста. Я бросил. В институт собираешься? Что ты? Аттестат у меня плохой. Где-нибудь работаешь. Не работаю. А зря. Не работаю. А зря. Я, кажется, не вовремя пришел. Да нет, что ты, Важа. Зайду другой раз. Важа, подожди. Я вам мешать не буду. Может, тебе что-нибудь нужно, Важа? Важа. Котэк, помоги мне. Сколько тебе надо? Ведь я не за деньгами пришел. Ты устрой меня на работу. Не бойся, не подведу. Честное слово. Честное слово. Зато. Зато. Держи, это портфель папы. Это тебе подарок. А чемодан? Где мой чемодан? Здесь была Сацино. У нее истрепанный чемоданчик. Гляди. Старенький. Надо его выбросить скорей. Я ей подарила твой чемодан. Мама. Пусть меня разразит громость летаница Цино. Посмотрите, куда она забралась. Люди добрые. Не волнуйся. Не волнуйся, ты упадешь, сумасшедшая. Да вы не бойтесь. Я не упаду. Не упаду. Не упаду. Дай мяч. Не отдал. Дай мяч. Я тебе говорю. Ох, я тебе сейчас сыплю. Давай. Тату. Здравствуй, Тату. Вот мы и встретились. Да и то на крыше. Да, правильно. Живем в одном дворе, а видим все редко. Да, очень редко. Ты зачем на крыше? Пришел антенну чинить. А? Мама. А ты что, антенну ставишь? Да. Мне мама купила новый приемник. Тату. Тату. Посмотри, какой отсюда красивый наш двор. Иду. Какой красивый. Вот. Сколько раз я бывал на крыше, а никогда не замечал наш двор. А помнишь, как я отлила у тебя мяч, а? Блело. Его sheets так. Я ее зайду на крыше, он вы таких Times бутылок. Как оно… Плотliga самый снижённый mering anchor на крыше, особо TA снижённые tips снижённым мет gdybyista, Читают поколения жен тату. Да, да. Хорошо, да? Хорошо.